Личное взаимоотношение с Богом Если вы желаете послушать все серии, вы можете это послушать на нашем YouTube-канале Living Stream Church В предыдущей четвертой части мы с вами говорили о результатах или последствиях личных взаимоотношениях с Богом Мы с вами говорили о том, что одно из последствий, когда человек имеет отношение с Богом, обязательно будет любовь к людям Без этого, друзья, невозможно любить людей Человеческая любовь, она заканчивается сразу же, когда вас обижают Когда вас взамен не любят Наша человеческая любовь сразу же заканчивается там Но любовь к людям, божественная, это одно из последствий, когда мы имеем близкие отношения с Богом Потому что Он есть источник любви Второе, мы с вами говорили о том, что дружба, дружба или дружеские взаимоотношения с Богом Это значит близкие, глубокие отношения, это тоже последствия, последствия взаимоотношений с Богом Мы с вами говорили о таких примерах, как Моисей назван был другом Божьим, Авраам другом Божьим Говорили о Давиде очень много И в конце говорили о том, что Иисус Христос сам сказал нам сегодня, что вы мои друзья Этим Христос показывает уровень дружбы, уровень близости, уровень отношений Которые сегодня мы можем иметь с нашим Господом И подходим к третьему пункту, это влияние То есть святое влияние Или же по-другому преображение Трансформация внутри нас через влияние с тем, с кем мы общаемся И мы с вами сегодня поговорим, как люди преображаются или меняются Благодаря близкому контакту и общению с живым Богом Итак, отношения и влияние через отношения Вы знаете, что вообще тема личных взаимоотношений с Богом Я верю, что она очень сильно важна И приведу вам пример одного богатого, важного, большого человека Однажды, когда он уже понимал, что ему скоро придется покинуть эту землю Жена его поинтересовалась и сказала Как ты думаешь переписать свое имение? Что ты думаешь оставить своим детям или своему сыну? Что ты приготовил? Что ты хочешь передать своему старшему сыну? Тогда муж неожиданно для жены ответил и показал вот что И он показал блокнотик с записанными контактами, номерами, телефонами И он сказал, вот что я пытаюсь передать своему сыну Вот здесь есть самые важные связи, самые важные контакты в этой книжечке, в этом блокнотике И я со всеми познакомлю своего сына Жена сказала, как же насчет денег, как же насчет финансов, имущества? Она сказала, к сожалению, деньги могут украсть К сожалению, деньги, они могут быстро, неправильно потратиться Но отношения с правильными людьми Это то, что поможет моему сыну В будущем он не пропадет Вот именно такой подход мы должны сегодня иметь К взаимоотношению с Богом Когда мы имеем настоящее, постоянное отношение с Богом То когда придет проблема, мы не пропадем Это то, что я очень хочу передать своим детям А вы все верите, я своим детям желаю самого лучшего Это того же желаю я и вам, друзья Иметь личное взаимоотношение с Господом Итак, как же вот эти отношения влияют? Как же происходит трансформация? Приведу вам сначала пример Моисея Поговорим с вами, как он был преображен через отношения с Богом Вы знаете, что имея подростковую школу в нашем городе Общаясь с проблемами, которые встречаются подростки Которые приезжают к нам со всей Америки Мы сразу, мы часто спрашиваем В чем корень проблемы Когда они попадают в грехи, в зависимости И чаще всего ответ очень простой Это друзья Плохие, неправильные друзья Это подростки, как я сказал Представители всей Америки Нашей славянской эмиграции Этим я хочу предупредить или предложить родителям Очень внимательно наблюдайте за тем С кем дружат ваши дети Куда они ходят ночевать С кем они больше всего общаются по телефону И потому что это есть большая опасность для наших детей И не только для детей, но и для взрослых Компании Плохие есть, есть хорошие компании, общение Это влияет Я знаю людей, которые поменяли место работы Несмотря на то, что там была хорошая зарплата Только из-за того, что атмосфера была очень нездоровая Гнилая, развращенная Много ругались И это подвинуло человека поменять это общество Об этом очень явно пишет Библия Первая Коринфянам, 15 глава, 33 стих Не обманывайтесь Худые сообщества развращают добрые нравы По-английски написано Bad companies, they corrupt good morals Они корруптируют хорошую здоровую мораль В другом переводе написано, что плохие компании, друзья Они ломают или разрушают хорошие привычки Это все действие или влияние простого общения Иногда это может быть общение у вас дома, за столом Где-нибудь на океане, на пляже Когда люди осуждают Когда люди постоянно ропщут Когда люди негативно что-то говорят Это тоже влияет плохо Поэтому всегда будьте смелы Будьте смелы сказать Я питаюсь свежей пищей Я не хочу питаться падалью Не хочу питаться всяким гнилым Всяким нездоровым, неизвестным, непроверенным И так далее Поэтому влияние общества, друзья Имеет очень сильно на нас В примере с Моисеем Моисеем мы в Библии видим Что он имел близость и общение с Богом Он имел контакт Он встречался, написано в Библии Лицом к лицу с Господом Разговаривал с Господом Бог к нему обращался через огненный куст Потом встречался и имел это общение с Богом на горе Синай И через вот эти все общения Взаимоотношения с Богом Мы видим в этом человеке Большое преображение в характере И вы знаете, что для Моисея Ему важно было быть не просто Таким, ну, известным Или же способным лидером Руководителем Но для него было важно иметь хороший Божественный характер Характер Христа Я верю, что Бог, Он ценит характер Больше, чем способности И каждый опытный, женатый, замужний человек Уже понимает Что характер супруга Важнее, чем даже способности И это то, что обращает внимание на это Бог Я понимаю, что с человеческой стороны Для Моисея было очень тяжело Вот это преображение Вот эти перепады в его жизни Если вы помните, то Моисей, он был Во дворце Моисей, он был в Египте В продвинутой цивилизации Royalty, есть такое слово по-английски Это вот царство Это вот все самое шикарное Хоромы царские Уровень, одежда, питание И вдруг Моисею нужно спуститься Из вот этого принца Из принца И перейти на уровень пастуха Где пыль Перейти со дворца В пустыню Песок, жара Палатки, шалаши И так далее Интересно, что Библия пишет Числом 12 глава Третий стих Моисей же был кратчайший Из всех людей на земле Моисей был По-английски написано Humble или Meek То есть очень кроткий Очень смиренный человек И когда мы смотрим на историю Которая подробно описана Израильского народа То мне кажется Ох, Моисей Только с таким качеством Возможно было с этим народом справиться А не столько у них было Всяких амбиций Сколько ропота Сколько Сколько Как трудно было этому народу Угодить и им управлять Вот именно вот это качество То, что Появилось в Моисее Это было, друзья Благодаря вот этим Общением Близости с Богом Я хочу вам напомнить Что вначале так не было Вот это нам важно заметить Вначале Моисей Увидел Психанул Отреагировал Похоронил Помните Египтянин Который обидел Брата Обычно в конфликтах Когда нас обижают Мы тоже реагируем Обидел Израиль Идеально Моисей сразу же Ну Все поставил на место Убил Можно ли сказать Человек был вспыльчивый Нужно было как-то Ну подумать Ну хотя бы предупредить Ну как-то побеседовать Как-то объяснить Ну зачем сразу убивать Ну хотя бы можешь ударить Раз по голове Ну не убивай сразу И вот здесь вот видите, друзья Что вот эта вот Такая вот энергия Вот эта вспыльчивость Она проявлялась в человеке Когда он жил во дворце И потом мы видим пустыня Сорок лет Потом там встречи с Богом Отношения Все вот этот весь период Формирования Но итог Написано был Самый Кроткий Человек На земле Правда вам хочется На небе как-то встретиться С моей семьей Рядом посидеть И вот как-то даже Ну для интереса Попробовать его достать Ну вот написано же в Писании Настолько вот это качество Он преобразился И я верю, друзья Что сегодня Многие люди Мы все со своим характером Где-то страдаем Где-то кому-то Причиняем боль И я верю, что Преображение В человеческом характере Возможно Но благодаря Божественным Вот этим процессам Которые происходят Внутри нас Благодаря близости С Богом Отношениям Взаимоотношениям С Богом Вы знаете В русское выражение Что Птицы Породу слетаются И вот там вот Они как бы и формируются Друг на друга Влияют И вот здесь вот Вот этот момент Когда влияние Святое Как плохие компании Написано Развращают Правда логично Думать, что Хорошее Здоровое общество Оно созидает Оно строит Оно влияет В хорошем смысле Вот почему я верю Что общаясь с Богом Мы имеем прикосновение Со святым влиянием Божественным влиянием Которое влияет На все сферы жизни Которое человек Не может сам поменять Таблетки Не могут поменять Человек Сам своими усилиями Не может поменять Но действие Влияние Святого Духа Бога В нашей жизни Именно вот это Трансформирует Криминалов Людей И то Над чем мы можем работать И призваны Я верю Работать Над нашим Характером Но это все Процессы Моисей не стал Таким Очень быстро Точно так же И мы сегодня Хотелось бы Завтра поменяться Но я верю Что вот это Именно сближение С Богом Я хочу Вот этого Я хочу Вот этого В своей жизни Я хочу Преображаться Через общение С живым Богом Пример второй Даниил О Данииле Тоже написано Что он имел контакт С Богом И имел это постоянно Постоянные Близкие Взаимоотношения С Богом Об этом написано Как это выражалось В молитве Даниила 6 Глава 10 Стих Даниил Когда узнал О проблемах Написано Он 3 раза в день Молился Преклонял колени Как это делал Он и прежде Здесь я хочу Чтобы вы Заметили одну деталь Что Даниил Реагирует На молитву На отношения На общение С Богом Независимо От уровня проблемы Даниил не пошел Молиться Даниил не написано Стал молиться Молился раньше 1 раз в неделю А стал молиться 3 раза в день Написано Что он это делал И прежде И раньше До проблем До кризиса У нас Часто наша Молитва Она Очень Привязана К кризису Отношения С Богом Зависят От проблем От штормов В жизни Но здесь Показана Очень ярко Стабильность И личное Отношение С Богом И дальше Смотрите Какие интересные Черты Описываются За Даниила Если вы Почитаете Эту главу Я когда изучал Даниила Я сына своего Назвал именем Даниил Все мои дети У них есть Библейские имена И на каждого Из них Есть проповедь О персонаже Как Что связано С этим человеком Особенного И в Данииле Я вижу Вот этот характер Снова же Характер Вот здесь Вот видите Его отношение С Богом Потом написано Когда его взяли В плен То он положил В своем сердце Не оскверняться От стола Царского То есть Он в своем сердце Положил Решил Я не буду Грешить Я не буду Поддаваться Большинству Я не буду Делать Как все Я буду Отделяться И дальше Когда его Хотели Обвинить Очень удивительная История Которая Записана Даниила 6 глава 4 стих Написано Что эти люди Искали В чем его Обвинить И представляете Не нашли Об этом Пишет Писание Даниила 6-8 Можете Дома Прочитать Я вот думаю Ну взять Любого Из нас Любого Из нас И дать Кому-то Задание Пожалуйста Найдите Какой-то Недостаток Вы уже Улыбнулись Вы уже Нашли Я не успел Сказать Вы уже Нашли А тут Представьте Человек Который Имеет Отношение С Богом Стабильно Близко И вот Люди Хотят И кстати Он занимался Бизнесом Очень интересно Для бизнесменов Он же Управляющим Был Это администратор Это менеджер И не нашли В нем Ну как это Можно заниматься Бизнесом В такое время Ну или в наше Время И чтобы не найти К чему Подкопаться Не могли Найти К чему Придраться Кроме Бога Который мы знали Там он Там он Просто непоколебим Интересно Вот видите Снова Вот характер Человека Которого Потом Сам царь Язычник Вообще Не знающий Безбожник Когда уже Понял Что его надо К львам кинуть Исполняя свое Слово Наказать За то Что он поклонился Иному Богу То даже Он Скорбел Написано в Писании Искал Как его избавить Значит президент Или царь Грешник Пытается спасти Человека Божьего Враги не могут Найти В чем Недостаток Вот это вот Преображение В человеке Которое происходит Я верю Друзья Благодаря близким Взаимоотношениям С Богом Это влияет Это на людей Отражается Когда Моисей Имел близкое Отношение С Богом Потом он Пришел Спустился И его Отражение Было для всех Видимо Для всех Было ясно Этот человек С Богом Близко Сегодня это могут Видеть в ваших делах В ваших словах В вашей реакции Вот этот человек Он другой По-другому Реагирует На жизнь Живет в жизни Одинаково И в условиях Одинаковых Но по-другому Реагирует В нем что-то Есть иное Вот это Отражение Трансформация Через Святое Влияние Бога На человека Если подойти Более К нашим Примерам Современности Многие из вас Я думаю Еще помнят Сестру Нашу Нелю Ченкову 35 лет Мама Которая ушла В вечность И вы знаете Что многие Я слышу Восхищаются Ею Какая она была Добрая Какая она была Духовная Какая она была Жертвенная Вообще не эгоистка Как она служила Людям Сколько она на людей Повлияла И вот интересно Что Все о ней Говорят Какая она была Хорошая Но мало кто Хочет стать Как она Как будто бы Больше пользы О том Что мы о ней Рассказываем А ведь больше же Пользы Чтобы стать Такой Хотя бы Как она Или лучше Можно И вы слышали Свидетельство Ее Ее мужа Когда Она рассказывала Что ее секрет В чем секрет Успеха Это ее близкие Взаимоотношения С Богом Ее вот этот Молитвенный Шкаф Клазет Где вот одежда Висит Где она закрывалась И вот там Просто молилась Это было Постоянно Это было ее близкое Общение с Богом Писание читала Слушала В наушниках В разных формах Но она Вот этим питалась Ее это Трансформировала Она влияла Она сияла В госпитале Дома В общении Везде Вот это то Что мы имеем Друзья Через Общение С живым Богом Через близкие Взаимоотношения Постоянные с Богом Это будет влиять И на наш характер И если есть проблемки Друзья Не стесняйтесь Ближе 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 И чаще Общайтесь Потому что Это будет И на нас Влиять Следующий пункт Какой же результат Общения с Богом Взаимоотношений Это право Получать ответ Именно право Получать ответ Потому что В зависимости На каком уровне Вы находитесь В отношениях Между людьми Вы имеете Какое-то право Если вы с президентом В близких отношениях Правда У вас есть больше права У него что-то попросить А если вы с каким-то человеком Вы враги Вы даже не здороваетесь То правда У вас Есть право Даже выслушать В свой адрес Кучу Злых Негативных Слов И эмоций Вот какой уровень Отношений Дает вам Какое-то право Вот по отношению К Богу Давайте представим себе Приблизительно Такую ситуацию Вы обращаетесь К Богу С нуждой И молитвой Вы молитесь К Нему Вы Так как у вас Серьезная нужда Вы поститесь Поститесь И уже это Долгое время Делаете Просите других И как будто бы Нет ответа И вы просите Господи Почему За что Господи Мне нужен ответ Господи Помоги мне Господи Дай мне Господи Ведь мы же с тобой И хочется сказать Ведь мы же с тобой друзья Господи Пожалуйста Дай ответ Скажи И представьте себе Просто представьте Вдруг Звучит такая фраза От Бога к вам Мы с тобой Знакомы А то Чего ты просишь Это личное Господи 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 Ну как Ну ведь Мы же с тобой Хочется снова Сказать Друзья Нет 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 Мы не друзья Сейчас тебе Выгодно Чтобы мы стали Друзьями Лучшими Завтра Вот это то Что тебе Что тебе надо Но мы с тобой Не друзья Да Так Ну Конечно Знаю Ты обо мне Знаешь Но меня Не знаешь Представьте себе Что я подниму Любого человека Сейчас в зале И задам ему вопрос От которого он Покраснеет Я скажу Ну отвечайте Пожалуйста Они покраснеют Опустят голову И скажут Извините Пожалуйста То что вы спрашиваете Это личное И как Какие аргументы Еще здесь использовать Ну ведь мы же с тобой Ну ведь мы с тобой Так Хай бай Ведь мы с тобой Так Ну позвоню Когда нужно будет Что-то Вот Вот это и все А есть уровень Отношений Когда что-то личное Ты спрашиваешь И человек отвечает Я вот тебе Как близкому человеку Скажу Слава Богу За то что Богу Он есть Бог Милостивый Он иногда Дает Не по нашим Заслугам И даже Говорит Не по нашим Заслугам Но мысль Правда Интересная Стоит О ней подумать Когда мы Приходим К Богу И что-то Требуем Или просим А вдруг Вот так вот Это личное Это то что Сокровенно В моем Сердце Есть у Бога Тоже Тайны И написано В Писании Что эти тайны Он открывает Амоса Третья глава Седьмой стих Написано Ибо Господь Ничего не делает Не открыв Своей тайны Рабам своим То есть Есть категория Есть люди Кому Бог Открывает Какие-то тайны Дает Есть какой-то Уровень Отношений Или близости Где Бог Говорит Больше Итак Итог Вот этого Вот этой главы Последствия Отношений С Богом Это Любовь к людям Это Дружеские Отношения С Богом Это Святое Влияние И трансформация И последнее Это Право Получать Ответ Идем К следующему Абзацу Почему люди Не имеют Личных отношений С Богом Или почему Они не хотят Их иметь Первое Это Недостаток Знания Или познания Бога Если бы вы Имели какую-то нужду В Джексонвилле Но не знали Что здесь есть люди Которые могут Этот вопрос решить Просто не знали Об этой возможности Как бы вы не рассказывали О вашей нужде Не решится проблема Потому что вы Не знаете человека Не знаете возможности Как это Разрешить Оси 4.6 Написано Истреблен народ За недостаток Ведения По-английски Написано Что народ гибнет Из-за того Что они не знают Меня Не знают Бога Недостаточно Знают Вот почему И сегодня Для многих Это может быть Претхновением Следующий момент Почему люди Не имеют отношений С Богом Это чувство Вины Перед Богом Или же даже Обида На Бога Например Вы всегда Будете избегать Тех людей С которым У вас Ссора Конфликт Нету мира Вы не будете Искать отношений Вы не будете Искать диалога Разговора И даже встречи Точно так же И по отношению С Богом Если человек Чувствует себя Виноватым Чувствует себя Грешным Конечно же Он не будет Искать Он не заинтересован Но у нас Есть вариант Либо же Идти И избегать Этих отношений Либо же Идти Примиряться Просить прощения И исправлять Эти отношения С Богом Это тоже возможно 1 Иоанна 1 глава 9 стих Написано Если исповедуем Грехи Наши Это относится К верующим И к неверующим То Бог Будучи верен И праведен Простит нам Грехи наши И очистит нас От всякой Неправды Сегодня это Просто напоминание Для каждого человека Кто слушает Сегодня этот Месседж Что мы имеем Право получать Прощение Если мы исповедуем Признаем И приходим К Богу В покаянии Вы знаете Что любой конфликт Он ведет К обиде Чаще всего И я Точно знаю Что есть люди Которые В своей жизни Даже на Бога Обижаются Если и это есть Конечно Это тоже Препятствием Может быть Большим В взаимоотношениях С Богом Следующий момент Это преткновение На людях То что Людям мешает Иметь отношения С Богом Отношения с церковью Отношения с верующими Вообще Они не хотят Иметь ничего общего С христианством Потому что Они преткнулись На людях На верующих На христианах Я думаю Что вы каждый Можете вспомнить Человека Который Перестал ходить В церковь Или плохо Отзывается От церкви Только из-за того Что он Разочаровался В людях Которые ходят В эту церковь Разочаровался В верующих Которые На сцене Одни А в жизни Они другие Которые В церкви Они одни А в бизнесе Они третьи Которые Дома Они одни А в жизни Они по-другому Поступают И тогда Человек говорит Я не хочу Видеть такого Бога И знать Такого Бога Но я сегодня Хочу сказать Для всех Кто это Думает Для всех Кто разочаровался В христианстве И в церкви Из-за Нехороших Верующих Людей Друзья Бог скорбит Вместе с вами Бог не говорил Людям Быть лицемерами Бог не посылал Их Обманывать Вас Обижать Или подставлять Даже Верующих Людей Бог за них Скорбит За то Что они Так поступают Поэтому Друзья Вам важно Знать Что Бог Здесь Ни при чем Бог Их не посылал Делать грех И зло Или боль В вашу жизнь Бог сожалеет Об этом Но почему же Эти люди В церкви Потому что Церковь Это и есть Госпиталь Где люди Больные Приходят И лечатся С надеждой Стать лучше Церковь Это и есть Общество Где люди Могут Преображаться И становиться Лучше Под влиянием Духа Святого Бога В которого Мы верим Именно Здесь Мы приходим Чтобы стать Лучше Поэтому Друзья Не стоит Обижаться На Бога Не стоит Обижаться На церковь Если люди Верующие Вас обидели То пусть Это вас еще больше Приблизит К Богу И к церкви Который Может Изменить И вас И нас Вот почему Мы вместе С вами До сих пор Здесь Следующий пункт Почему люди Иногда Хочу прочитать Место Писания По этому поводу Это Иоанна 21 глава 22 стих Когда-то Иисуса Христа Тоже задали вопрос А как насчет Вот этого брата А как насчет Того что он Вот это так делает Или поступает Иисус им ответил Очень коротко Что тебе до того Ты иди за мной Новый перевод Какое твое дело Что он делает Ты отвечаешь За свои поступки За свои слова Он не прав Он за свое Ответит Но ты Иди За мной Вот это Наша миссия И наше призвание Поэтому друзья Не притыкайтесь На людях Даже если Они верующие И неправильно Поступают Помните Что Мы Даже в церкви верующие Не все далеко Не все ангелы Вот почему мы здесь И нуждаемся В Божьем Преображении Следующий пункт Это Разные интересы Или приоритеты Почему люди Почему люди Не имеют отношений С Богом Разные интересы Разные приоритеты Здесь тоже Можно вспомнить Что птицы По роду Вот рыбаки С рыбаками Гонщики С гонщиками Там Общаются Футболисты С футболистами И вот то Что для них В жизни важно Или на первом месте Стоит Приоритетно Вот то И привлекает Если для нас Отношение с Богом Или сам Бог Это не является Приоритетом В нашей жизни О каких отношениях Можно говорить Можно просто Послушать эту проповедь Как информацию хорошую И сказать Да, логично Правильно Но если это Нету приоритета В твоем сердце Оно никогда Не станет Частью тебя Ты никогда Не найдешь Время для этого Для тебя Никогда не будет Важно У тебя будут Кучи оправданий Потому что Для тебя Это неинтересно Ты не против Бога И не против церкви Но отношения Близкие с Богом Для тебя Это неинтересно Написано в Библии Ищите Матфея 6.33 Ищите Прежде Царствие Божие По-английски Написано Seek first The kingdom of God Пусть это будет Первым Приоритетом В твоей жизни Здесь на земле Божественное Духовное Пусть оно будет Важнее Пусть оно будет Приоритетней И последнее Почему люди Не имеют отношения С Богом Это у них Нету любви К Богу На этом пункте Я хотел бы Остановиться Марка 12.30 Написано Возлюби Господа Бога твоего Всем Сердцем твоим Всею Душою Твоею Всем разумением Твоим Всею крепостью Твоею Вот первая Заповедь Вторая Возлюби Ближнего твоего Как самого себя Больше Сих заповедей Нет Вы никогда Не задумывались Почему здесь Идет такое Детальное Перечисление Как любить Бога Кто-нибудь Задумывался Почему так Расписано Почему Четыре Этапа Почему Четыре Сферы Можно просто Сказать Люби Бога Но здесь Идут Слово Божье Идет в детали Написано Всем Сердцем Раз Душою Это уже Наши Чувства Эмоции Два Третье Всем Разумением Разум Мысли Это еще Один уровень И четвертое Всею крепостью Это здесь уже физически Силою Усилиями Твоим проявлением Твоим действием Вот на всех уровнях Люби Бога Вы знаете друзья Я так думаю Что наша славянская культура Чаще всего Мы представляли Бога Таким грозным Таким отдаленным Таким дедушкой С большой Белой бородой Который Только наказывает Но нам важно понимать Что есть Баланс Да Написано в Библии И о том И о том Он Бог есть Любящий Он Бог есть Любовь Бог также и наказывает Но нам важно понимать Что мы Имеем Отношение С Богом Которого Сам Бог Призывает Любить Если честно Признаться Мы не знаем Как это Если честно Признаться Мы даже не молимся Богу так Что Господи Я тебя люблю Потому что Это просто Неправда А если мы Не любим Бога Как мы можем Иметь с Ним Отношения Близкие Личные И постоянные Ну как Я могу вас Заставить Иметь отношения Вот с каким-то Там соседом Если вы Его не любите Вы Вы не против Его Вы ему Даже можете Что-то помочь В нужде Но вы Не имеете Отношения Близкие С ним Приведу вам Пример Как любовь Все меняет И движет Вокруг Представьте себе Маму Которой Нужно Сбросить Вес Сразу Все Проснулись Это Хорошо Внимание Но у Мамы Не хватает Силы Не хватает Силы Воли Дисциплинировать Себя Чтобы Сбросить Вес Нету Этой Движущей Силы Потом Представьте себе Эту же Маму Одинаковый Человек Которой Нужно Иметь Отношение С Богом Это для нее важно Очень-очень важно Мама Не против Но у нее Не хватает Силы Утром Встать Или ночью Встать Или себя Как-то Дисциплинировать Всякие Разные Усталость Лень Болезни Все мешает Не хватает Движущей Силы И представьте Себе Эту же Маму Один И тот Же Человек У которого Больной Ребенок Ночью Вставать А если Новорожденный Ребенок Вставать Ночью Три Раза На ночь Пять Раз На ночь И ни Недельку Ни месяц Мой Старший Сын Четырнадцать Месяцев Мы Молились О том Чтобы Хотя бы Четыре Часа Поспать Ночью А мама Встает А где Усталость Куда Наделась А где Болезни Вот эти А где Лень Куда Наделась А откуда Появилась Сила Воли Откуда Дисциплина Секрет Один Любовь Это Движущая Атомная Сила Вот Почему Друзья Корень Почему Люди Не имеют Отношений С Богом Они Его Не Любят Они Любят То Что Бог Может Дать Но Не Бога Любят Иначе Движи Вот этой силы Внутри Хватило Вставать И утром И вечером Дисциплинировать Себя И так далее Вот почему Сегодня нам Важно Знать Что нам Важно Необходимо Любить Бога Тогда у нас Будут с Ним Отношения Тогда будет Трансформироваться Все Начиная Изнутри Нас Если бы Завтра Вас пригласили На молитву Мы Сейчас Призываем Церковь Быть В посте И в молитве С целью Приближения К Богу С целью Приближения К Богу Молитва У нас По понедельникам Проходит Каждый Понедельник Ну как вы думаете Сколько Сколько людей Придет На молитву Завтра После Этой Проповеди После Серии Проповедей А как вы Думаете Сколько Людей Придет На молитву Когда Придет Экономический Крах И кризис В Америку Вы думаете Чуть Больше Будет Посещаемость Как вы Думаете Если Придут Гонения В Америку Христиан Будут Сажать В тюрьмы Как вы Думаете Посещаемость И вопрос Снова Очень Неожиданный Что Движит Людьми Любовь К Богу Или Страх Страх Божий Это здоровое Понимание Страх Кризис Нечего Кушать Нету Дома Неизвестность Вот это Движит А есть Другая Движущая Сила Это Любовь Это Любовь К Богу Любовь Вот почему Близкие Взаимоотношения С Богом Невозможно Построить Без любви Просто Невозможно Ты будешь Сам себе Будильники Ставить Будешь Сам себе Обещания Давать Будешь Как-то Себя По плечу Хлопать Давай Соберись Но если У тебя нет Любви К Богу О каких Отношениях Это все Форма Иногда Это Религиозность Иногда Христос Говорил Такие вещи Которые Казалось Вы Гробы Окрашенные В церковь Бога Знаете Писание Цитируете А там Нету Жизни Там Нету Отношений Там Смерть Дышит А снаружи Одежда Все Красиво Вот почему Друзья Нам важно Понимать Что для Нас Мешает Сегодня Иметь отношение С Богом С этого Списка Который Сейчас На экране Рекап Пожалуйста Выберите Себе В чем У вас Проблема Каждый Пусть Честно Сам себе Скажет Какой пункт Почему У меня Нету Отношений Близких Личных С Богом Я бы сказал Чаще всего Это номер Ди И Вот Предпоследний Последний Пункт Это для Верующих Для большинства Верующих Вот эта Причина Почему Нету Близких Взаимоотношений С Богом Следующее Это Что препятствует Отношениям С Богом Представьте себе Что вы уже Решили Я буду Я хочу Иметь близкие Отношения С Богом Я точно Этого Хочу И вы Начинаете Вставать По утрам Начинаете Что-то делать И первое Что вам Будет Препятствовать В вашей жизни Это лень Или усталость Это практика Я это в жизни Своей пробовал Когда-то Меня человек Один Вдохновил Иметь отношения С Богом Я пытался По утрам Вставать Я пытался Как-то Библию Читать Регулярно Но всегда Вот эта борьба Лень И усталость Иногда Ты запутываешься Не можешь Понять Так это лень Или это усталость Или это Одно В любом случае Оно не то Не то нам В принципе Никак легче Нам не встает От этого Римлянам 8.12 написано Мы не должники Плоти Плоть всегда Будет тебя ложить Плоть всегда Будет расслаблять Всегда Будет тебя Давать какие-то Экскюсы Или оправдания Но мы не должники Плоти Опять же Снова Видите Любовь мамы Которая поднимает Сквозь боль Сквозь усталость И болезнь К больному ребенку Движущая сила Но когда ее нету То обязательно будет Лень или усталость Следующие Это мысли Мысли Которые нас Иногда отвлекают Даже во время Нашего общения С Богом Когда мы читаем Библию Мы можем Читать Библию И легко Мыслями Быть в Волмарте Вы бывали? Бывали Я тоже был Значит мы встречались Мыслями Вы читаете Библию И вот мы так раз И перенеслись Или бывает Например В церкви сидишь А уже Ты решаешь В каком ресторане Буду я кушать После Служения Бывает Да? Бывали? Там мы не встречались Но где-то Мы и встречались И вот Бывает На практике Молишься Вроде бы Ты с Богом Общаешься А потом Раз где-то Улетел Улетел Там думаешь За какие Сдаст он экзамен Или не сдаст Там сын Или же Как же Вот там Сейчас он Где-то Что-то происходит Бывает Утром Встал Молишься Ходишь Или встал На колени Смотришь Книжка лежит Думаешь Чего она здесь лежит? Ну кто ее здесь положил? Кто ее взял Беспросу? Я же говорил Эту книжку Стоп Стоп Ты же молишься Окей Все Пусть лежит Эта книжка Дальше Общаешься с Богом Общаешься с Богом Потом раз Машина такая Проехала Думаю Шесть утра Кто это? Кому это не спится? Наверное Это Иван проехал Не-не-не И ты решаешь Кто проехал? Как зовут? Почему так рано? Потом подожди Ты же молишься Оу Hello Такой раз И правда Пусть едет на здоровье Какая разница Кто рано встает Тому Бог дает И дальше молишься И дальше твои мысли Как-то Ну идут Идут Ты пытаешься Как-то настроиться Пытаешься Как-то Сконцентрироваться И потом снова Тебе что-то Почему стены Грязные Кто мой Айпад Трогал И ты Постоянная Борьба Борьба Война В мыслях Если у вас Это не бывает Вы блаженны Слава Богу За вас А у тех У кого бывает Друзья Интересная Есть мысль В Библии Второй Коринфянам Десятая глава Пятый стих Написано Пленяем Всякое Помышление В послушании Христу Вы понимаете Кого берут в плен Мысли В плен берут мысли Всякое Помышление Пленяю В послушании Христу Однажды Один пастор Поделился Этим свидетельством Что когда он молится Чаще У него Вот эта молитва Начинается Вот так Я пленяю Всякую мысль В послушании Христу Пусть это будут Не мои мысли Пусть это не будут Всякие Страхи Переживания Которые Пытаются ворваться В мой разум Я всякую мысль Я добровольно Вы знаете В плен Можно идти В двух вариантах Тебя взяли Без спросу Или же ты добровольно Сдался в плен Я сдаюсь Господь Все мои мысли Я тебе сдаю Я их сдаю Я отдаю Все что будет Лезть в мой разум Господи Я даю в тебе Я даю тебе право Я сдаюсь в плен Я хочу Быть подчиненным Тебе На всех уровнях На всех уровнях Я хочу Чтобы мое общение С тобой Оно было Настоящим Искренним Это вы знаете Бываете Как общаетесь С мужем Да Вот жена Наверное Может такое Ну представить И смотрит Глаза мужа А он где-то В дороге Или где-то там Ну остался В шапе И ты вроде С ним разговариваешь Хочется так сделать А он вроде бы Общается с тобой Вот так вот бывает Друзья Нам важно Здесь иметь Соединение Настоящее Написано еще В Писании 1 Коринфянам 6 глава 17 стих А соединяющийся С Господом Есть один Дух С Господом Вот здесь Друзья Внимание Как Можно дойти До такого Уровня Чтобы Ваш Дух И Божий Дух Был один Это то Что мы сейчас Прочитали Это мы Говорим О отношениях О близких Взаимоотношениях С Богом Это не просто Молитва Перед сном Это тоже Хорошо Здесь идет О другом Вообще Другой уровень Соединяющийся С Господом Стает Один Дух Видите Как глубоко Мы можем А один Дух Если Дух Божий То представьте Себе Все желания Бога Мысли Бога Воля Бога Входит В вас Но это Возможно Друзья Когда мысли Не летают Когда вы По-настоящему Соединены Когда это Близко Постоянно Когда вы Богу задаете Вопрос И вы не слышите А это Личное Потому что У вас с ним Личное Близкое Взаимоотношение Интересно Что контекст Если вы Прочитаете Эту главу До и после Говорится О блуднице Которая Соединяется И встает Одной плотью Здесь говорится Когда вот Ты вскрываешь Ну все Свое И постыдное И все Полностью Открываешь Идешь На максимальную Близость Совокупляешься И здесь Потом Между этими Строками Написано А кто С Богом Соединяется То есть Здесь идет Речь Вот о такой Ну самый Высокий Уровень Интимной Близости Ну в здравом Понимании Это просто Вот Приобраз Приобраз Близости Отношений С Богом Соединяющийся С Господом Духом Соединяющийся Представьте Друзья Как мы Можем Что мы Можем иметь В Боге Какой потенциал Глубина В Боге Мы кажется Верующие Ходим 30 лет В церковь Мы даже И не думали Что это возможно Реально Ну может быть Для Моисея Ну может быть Для Нелли Но не для меня Правда У нас такой Больше подход Им это надо А когда мне Что-то надо От Бога Я ему скажу Вот это вот Уровень Близости Отношений С Богом Следующее Что нам Будет мешать Или что нам Ну скажем Почему мы Не хотим Иметь отношений С Богом Это наше Расписание Это занятость Бези Все люди Которые даже По-английски Не разговаривают Они все знают Слово Бези Правда Как будто Это то Что нужно было Выучить сразу И все Его понимают И вот здесь Вот с расписанием Тоже получается Конфликт Ефесянам Пятая глава Написана Пятнадцатый стих Смотрите Поступайте осторожно В чем предупреждение С чем нужно Быть осторожно Со временем Вот это главная идея Со временем Поступайте осторожно С вашим временем Дорожа временем Потому что Дни лукавы В другом переводе Написано Обманчивы Вас обманут Время вас обманет Суета Заботы Вас обманут Поэтому Будьте осторожны Познавайте Что есть Воля Божья Иначе У вас не будет Времени На отношения С Богом Есть такое слово Которое не литературное Называется Хотелки Все понимают Что это значит Это значит Я хочу Это В этом нет необходимости Но я просто хочу И не могу Поделать с тем Что я хочу Просто хочется Хотелки Оно более так Не знаю Если оно даже переводится Но вот в чем вопрос Когда вот Нами управляют Вот эти хотелки Желания всего Чего-то иметь Того чего нету То конечно же Нас заставляет Жизнь тогда Пахать Работать На ниже Зарплату Мы никак не согласимся Потому что Нужно понижать Хотелки Уровень И естественно Это отражается На расписание На расписание В отношении с Богом На отношение С семьей Со временем Свободным И так далее Потому что Нас загоняет В угол Загоняет Просто наше Расписание Луки 10 глава 41 стих Написано О Марии О Марфе Вы все знаете Эту историю И здесь написано Так Иисус сказал И в ответ Ты заботишься о многом А только одно Тебе нужно Мария же избрала Благую Часть Благую часть Ну а перед этим Друзья Написано о том Что Мария Села у ног Иисуса И слушала Слово Его Я вижу Друзья Что Иисус Христос Дает уроки жизни На очень Приземленных Простых Примерах Понятных для нас Он дает Здесь преобраз Простой Простой дом Простая семья И простая хозяйка Это может быть Или муж Или жена Который просто Загнан Суетой Домашними заботами И очень просто На таких притчах Христос показывает Что если ты дома Занят Если у тебя Экскюз Что у тебя нет Оправдания Что у тебя нет Отношений с Богом Потому что ты Занят Ты не против Но ты просто занят То здесь Христос Очень ясно Обличает Именно занятость Именно суету Именно домашнюю Нам до боли Знакомую Вот именно В этом проблема И он говорит Что Но Другой есть вариант Это когда она Села у ног Иисуса Вопрос Зачем Правда мы понимаем Что там было Общение Это Пример Взаимоотношений Где было время Когда она Слушала Слово Его Слушала Слово Божье И наверное Было время Когда она Что-то говорила Тоже Был диалог И было общение С Богом Взаимоотношения И вот Сопоставление Именно вот С заботами Домашними Суетой Которая Уводит Нас От этого Сегодня Для нас Это все Очень понятно Осталось Только Нам из этого Выбраться Чтобы Понимать Что сегодня Нас Это Уводит От Бога Уводит От развития Личных Взаимоотношений С Богом И я думаю Что Христос Не значит Это не значит Что он сказал Что не нужно Убирать Или готовить Но не нужно Туда Не нужно Этому Поклоняться Не нужно Чтобы это Было Приоритетом Если тебя Это лишает Отношений С Богом То тогда Урезай Сто процентов Бросай Пусть будет Не так чисто Пусть будет Не так Все идеально Но все равно Бросай Это относится Также и к мужьям И к женам Нам это Важно Помнить И понимать Когда Иисус Христос Встретился Со своими учениками Матфея 26 Глава 40 стих То написано Он приходит к ним Находит их спящими И говорит Не могли ли вы Один час Пободрствовать Какой контекст О чем идет речь Речь идет о молитве Знаменитый пастор Йонгичо Которого я думаю Многие знаете Он на основании Этого примера Призывает Каждого верующего Человека Хотя бы Один час В сутки Проводить время С Богом Хотя бы Один час Друзья У меня для вас Есть хорошая новость Я верю Что это возможно Я верю Что это Возможно Возможно Не сразу Но к этому уровню Можно прийти Пусть вы начнете С 15 минут В день Пусть вы начнете С полчаса В день Где вы будете Просто читать Слово Рассуждать Молчать Молиться Это время Посвящать для Бога Строя отношения С Ним Умышленно На всех уровнях Но пройдет Время Друзья И вы Увидите Что это Сладко Что это Полезно Написано в Библии Почему-то Вкусите И увидите Как благ Господь То есть По-другому Попробуйте Попробуйте Вот это Челлендж Или мой вызов Всей церкви Живой поток Вызов Попробуйте Друзья На протяжении Одного месяца Полчаса Проводить Время с Богом И через месяц Напишите мне Текст месседж Что вы переживали Что вы чувствовали Что изменилось Что вы поняли Месяц Давайте попробуем Попробуйте Ходить на молитву Попробуйте Попробуйте Узнать Какая движущая сила Внутри вас Есть ли там Любовь К Богу Этому Моему Христос Сказал Не могли ли вы Час пободрствовать Кажется Ну такая Христос Такая вот Нужда Такая вот Боль Такая катастрофа Кризис в жизни И вот здесь Нам показывается Вот это Человечество Показано Вот в этих Примерах Образах Как мы Люди Настолько нам Это иногда Тяжело сделать Не могли ли вы Хотя бы Один час Хотя бы Интересная Да Формулировка Исход 34 Глава Перед нашей молитвой Хочу вам Оставить на размышления Исход 34 28 Написано И пробыл Моисей У Господа На аппойтменте И побыл Моисей У Господа Подожди Где ты побыл? У Саши У Маши Нет У Господа Побыл Назначил встречу Имел Время Где-то Отделился Изолировался И побыл У Господа Сошел И написано Все видели Он был У него есть Связь с Богом У него есть Отношение с Богом Оно видно На лице На языке Видно В поведении Видно В реакции Во всем видно Он был у Господа Он был с Ним Он с Ним Проводит время Вы знаете Друзья Публичная Молитва И пение Даже в церкви Это вообще не показатель Личных отношений С Богом Возможно Кого-то это сейчас Такого-то это резко звучит Но я хочу вам еще раз Это повторить Публичные Молитвы Публичное Пение Даже в церкви Это вообще не показатель Личных отношений С Богом Вы можете В церкви С вашей женой Себя вести Как будто У вас Самые Любовные Розовые отношения Дома Вы Грызетесь Вы можете На публике С мужем И женой Даже фотографироваться Вместе Дома У вас Ад Вы можете Здесь вроде бы И рядом Сидеть И мы можем Богу петь И руки поднимать Но Друзья Ведь это же Показуха Она же там Не проходит Это здесь она может Пройти На этом уровне Но на этом уровне Она не проходит Там другой уровень Отношений Если у нас Вот это все забрать Вот это все Публичное А что у нас осталось? Осталось Личное А личного там Так Так себе Вот поэтому Хочется смотреть На такие примеры И подражать И Пробыл Моисей У Господа Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...